В свои 20 лет Анастасия имеет удивительную творческую биографию. С 2001 года после поступления в Музшколу имени Кинеля скрипачка прошла сотни конкурсов и фестивалей. Начала и успешно окончила обучение в Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. Теперь она учится и живет в Швейцарии. В первые три месяца я вообще была в шоке, потому что все на французском, уроки все на французском, лекции все на французском. И поэтому мне было, конечно, сначала сложно. Но потом, мне кажется, это хорошо было, потому что я сразу окунул в среду. Я выступала в Копенгагене. У меня был проект с Америкой. Я в Гарвардском институте выступала, в консерватории Бостона. Объезде в полмира Анастасия не забыла свою малую родину, особенно своих учителей и власти республики, которые оказали финансовую поддержку талантливой девочке. Только одна скрипка известного мастера 1914 года стоила несколько лет назад 5 миллионов рублей. Общими усилиями найти деньги удалось и теперь понятно. Все эти средства были потрачены не зря. Анастасия Субракова с концертами объездила почти всю Европу и Америку. И в каждом городе ее запомнили как талантливого музыканта из Хакасии. Когда начались занятия, конечно же, она очень быстро развивалась. Это сразу было заметно. То есть к концу первого класса уже было ясно, да, тогда она уже в третьем классе у нас на республиканском конкурсе первое место заняла. Единственное было условие, что, Настя, где бы ты ни жила, где бы ты ни выступала, на каких сценических площадках, в больших концертных залах европейского уровня, ты всегда должна помнить, что ты из Хакасии. Настя Субракова-Хакасия. Мы тобой гордимся, мы любим. В своей малой родине Анастасия посвятила музыкальное произведение, которое написала сама в 13 лет по мотивам народных песен и мелодий Хакасии. И если выступает соль навсегда, то он Пайрам включает в репертуар. Это произведение, а также шедевры, написанные Бахом, Иженом Изаи и Паганини, жители Хакасии и гости смогут услышать уже 1 апреля. Совместный концерт Анастасии Субраковой и симфонического оркестра пройдет в Республиканской филармонии. Мария Добрынина, Антон Новожилов, Вести Хакасия.